Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Темпы строительства новой ледовой арены и масштабные инфраструктурные объекты. О чем еще говорил губернатор с представителями Всероссийской Федерации Хоккея. Торговый центр только за покупками. Как мультиплексы и предприятия общепита переживают период пандемии. Стихи, торжественные линейки и цветы к вечному огню. В Новосибирске отметили день неизвестного солдата. Новосибирск. По поводу других классов решения будут приняты позже, исходя из дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе. Строительство новой ледовой арены в Новосибирске завершено на 35%. Сейчас на площадке бетонируют конструкции. Подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею сегодня обсудили региональные оргкомитеты. Представители Новосибирской и Омской областей, а также члены Российской Федерации Хоккея. Если на этих аренах действительно начнут играть профессиональные клубы Омский авангард и Сибирь-Новосибирск, то это будет для нас лучшим залогом того, что чемпионату мира все будет сделано, сделано все необходимое для обеспечения технической и спортивной точки зрения проведения чемпионатов на этих аренах. Потому что сегодня стандарты КХЛ, стандарты, которые объявляют профессиональные клубы Кореи, они очень высокие. К большому международному спортивному турниру в Новосибирске подготовят сразу несколько крупных объектов. Помимо новой арены на 10,5 тысяч зрителей, ремонтируют старый ЛДС, строят станцию метро «Спортивная» и новые дорожные развязки. Завершить реконструкцию международного аэропорта Толмачевой, ввести в эксплуатацию 4-й мост через Омь, также планируют к молодежному чемпионату. Губернатор Андрей Травников предложил завершить работы на основных спортивных объектах раньше срока. Кроме стройки, конечно же, масса других вопросов. Это и транспортное обслуживание, это и организация гостевых маршрутов, это и благоустройство обеспечения безопасности. Очень здорово, что дни чемпионата совпадают с рождественскими и новогодними праздниками. Я думаю, что и нам, и нашим соседям удастся в полной предновогодней красе представить и Новосибирск, и Омск. Сегодня в Новосибирске прошел рейд по торговым центрам. Инспекторы проверяли, как соблюдают последние предписания губернатора, а именно закрыты ли фудкорты, кинотеатры и другие места массового скопления людей. Подробнее в сюжете Александра Шпака. Фудкорт пуст, с середины ноября тут нельзя есть. Столики огорожены, стандартный вопрос, собой или здесь, кассиры общепита больше не задают. Еда на вынос любители фастфуда и так готовы покупать. Правда, теперь их не так много, отмечают сотрудники кафе. Раньше крутились, как белки в колесе, а сейчас... Сейчас мы делаем по 200 где-то за базу. А раньше было сколько? Раньше мы делали по 400-500 за кадр. Конечно, ограничительные меры направлены не на снижение выручки заведений, а на снижение риска заражения. На площадке даже по будничным меркам немноголюдно. Возможно, гостей УТЦ будет еще меньше. Люди приходят сюда не только ради еды, но и ради бесплатного интернета, раздачу которого в скором времени администрация торгового центра собирается прекратить, чтобы у людей не было соблазна собираться в одном месте. Крупные фастфуд-сети, кажется, все переживут, а вот кинотеатры в ТЦ закрыты наглухо и несут убытки. Их закрыли в марте на полгода, а открыли всего на месяц. Теперь снова под замком. Все это время долги растут. Павел Даньшин закрытие своего кинотеатра принимает тяжело. У меня сердце кровью обливается, потому что такое ощущение, что кино умерло. Мне больно на это все смотреть. Я прихожу сюда каждый день, с фонарем брожу по кинотеатру, смотрю, как это все. Кино на вынос не продашь, говорит директор. Приводит в пример кинотеатр «Седьмое небо» на Зайльцовской. Там бобины не крутились даже в сентябре. Кинотеатр увяз в долгах и закрылся навсегда. Обидно, что грозит это только мультиплексом, расположенным в ТЦ. Кинотеатры в отдельном здании, такие как «Победа» или «Маяковский», работают и сейчас. Но надежда пережить беду есть. Все торговые центры у нас с того момента, как они открылись, соблюдают требования. Все, конечно, зависит непосредственно от граждан. Правительственные инспекции отмечают, стало безопаснее. Но чтобы новосибирцы не остались в новом году без хлеба и зрелищ, каждый посетитель ТЦ должен приучить себя к соблюдению нехитрых правил. Носить маску, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию. Александр Шпак, Алексей Баженов. Новости ОТС. Проверки строек будут проводить в онлайн-формате. Об этом сегодня рассказали в инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области. Такие изменения связаны с карантинными ограничениями. Где-то порядка 200 домов ввести в эксплуатацию в этом году. И это где-то по площади примерно будет чуть больше 1,6 млн квадратных метров. Это наши планы. Значительную часть проверок Госстроенадзор проводит дистанционно, то есть по документам, проверяет соответствие ГОСТам, СНИПам и прочим нормативам. В основном фиксирует нарушения несоответствия проекта, представленной документации. Также были единичные случаи, когда стройку начинали без разрешительных документов. Всего за год выписали штрафов различным стройобъектам на 20 млн рублей. В этом году региональным фондом модернизации ЖКХ в населенных пунктах Новосибирской области отремонтировано 90 домов. А уже в следующем строительном сезоне объемы капремонта вырастут почти в полтора раза, вернувшись к показателям до начала пандемии. Тему продолжит Александр Попов. В доме номер 47А на улице Чайковского был полный перечень коммунальных проблем. Текущая крыша, постоянные замыкания, промерзающие стены. Однако капремонт здесь планировался только через 11 лет. Перенос сроков капремонта – процесс долгий и трудоемкий. Сначала дому нужно пройти экспертизу и доказать, что процент износа настолько высок, что дальше откладывать уже нельзя. Затем все документы рассматривает ведомственная комиссия при министерстве ЖКХ и выносит свой вердикт – далеко не всегда положительный. Однако пример того, что все возможно – вот этот дом на улице Чайковского в городе Искитиме. Ремонт кровли здесь был перенесен с 31-го года на 20-й. На сегодня здесь утеплили стены, делали сайдингом, полностью заменили кровлю. Управляющие компании говорят, что по крайней мере на ближайшие лет 10 можно выдохнуть. Качество соответствует, жалоб больше нет, крыша не течет, жителям нравится. Аналогичная ситуация была и на другом конце Искитима в центральном микрорайоне. В 18-й дом коммунальщики приезжали в дождливую погоду, как на работу. Ремонтировали круглогодично практически, когда начинал таять снег. Мы начинали устранять течину. Мы не могли ее капитально отремонтировать, потому что средств таких у жителей не было. Мы ее ремонтировали точечно. Капремонт кровли тоже перенесли по просьбе жителей с 26-го года. Не бежит ничего. У меня даже люстру замыкало. Сейчас все. Они, понимаете, на конек вот такой лист положили, представляете, и запенили. Где оно сейчас бежать будет? Оно не будет сейчас бежать. Целый лист. Вот так, с конца до этого проделали. Я сама лазила. Я говорю, нет, не будет бежать. Я говорю, смотрите, я потом с вас живой не слезу. Я же вас найду потом. Также пристально Галина Беляева обещает следить за ремонтом фасада, который предстоит в следующем году. Вообще в областных городах, в отличие от Новосибирска, более внимательно и с пониманием относится к капитальному ремонту своих домов. Основная проблема капремонта заключается в предоставлении доступа к общему имуществу. Это касается инженерных систем. И в области, скажем так, собственники более лояльны к капитальному ремонту. В большем объеме мы заменяем коммуникации внутри квартир. Фонд модернизации в уходящем году отремонтировал 90 домов в областных населенных пунктах. Больше трети от всего объема регионального капремонта. А уже в следующем году эти цифры увеличатся почти в полтора раза. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Продолжение получила история с незаконным выводом актива из состава некогда крупной кофейной сети «Тревелерс». Летом новости ОТС уже рассказывали, что в результате ряда сделок предприятие лишилось нежилого помещения стоимостью несколько миллионов рублей. Кредиторы предприятия сочли эти сделки мошенническими и обратились в полицию. Лишь после многочисленных жалоб и внимания прессы полиция возбудила уголовное дело, но потерпевшие вновь столкнулись с проблемами. Мои коллеги подробнее. Таким составом кредиторы предприятия банкрота встречаются не в первый раз. В офисе адвоката они обсуждают план действий на ближайшую перспективу, а именно размышляют над тем, как заставить правоохранительные органы работать. В июне мы рассказывали о том, что здание на Красном проспекте, принадлежавшее некогда известной компании «Тревелерс Кофе», перевели на номинального владельца, которому за эффективную сделку в 14 миллионов рублей заплатили всего 5 тысяч. При этом использовали и поддельные документы. Заявления потерпевших месяцами лежали в полиции. И лишь после того, как репортаж вышел в эфире канала, в августе возбудили уголовное дело. Но до сих пор никто не задержан. Мы не можем понять, в чем проблема для следствия в расследовании этого преступления, установлении виновных лиц и привлечении их к уголовной ответственности. Очевидно, что здесь явное хищение имущества путем мошенничества, то есть преступление предусмотрено статьей 4, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. И также очевидно, что это преступление совершил не один человек, а это было совершено организованной преступной группой лиц. По словам адвоката, схема вскрыта, круг возможных фигурантов известен. Только все они на свободе, а здание, сделку по продаже которого пострадавшие намерены признать ничтожной, не арестовано. Мы как кредиторы продолжим обращение в полицию, чтобы полиция все-таки в сжатые сроки провела работу по аресту и устранила вот этот нюанс, что здание похищено. Полиция это видит, но злодеи до сих пор пользуются, извлекают из него выгоду, сдавая помещение в аренду другим арендаторам. Казалось бы, корпоративный конфликт вышедший за пределы правового поля. Такие довольно часто возникают то в одном, то в другом регионе страны. Однако в данном случае среди кредиторов оказались не только физлицы и контрагенты, но и государство. Речь идет о крупной налоговой задолженности, а это в итоге зарплата учителей, врачей и медиков. Мы представляем требования Федеральной налоговой службы. Задолженность данного предприятия перед бюджетом составляет более 3 миллионов рублей. На сегодняшний момент мы в рамках данного дела обратились с сообщением о преступлении. Заявление было нам подано в июне 2020 года по признакам состава преступления по статье 159. Это мошенничество в рамках здания, которое мы установили, видим, что оно имеет место быть. Процессуальное решение по нему еще не принято, оно находится на рассмотрении. Общая сумма долгов перед кредиторами превышает 100 миллионов рублей. Если здание вернут в конкурсную массу, то погасить удастся лишь часть задолженности. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В Новосибирске стартовала международная научно-практическая конференция Шанхайской организации сотрудничества. На одной площадке представители 80 ведущих университетов. Главная тема – глобальные вызовы и возможности устойчивого развития до 2030 года. Представители России, Китая, Таджикистана, Индии и других стран сотрудничают уже больше 10 лет. В этом году общение по видеосвязи, IT-сфера, нанотехнологии, экология. Эксперты предлагают решение глобальных мировых задач. В конференции участвует 20 российских вузов, в том числе и два новосибирских – НГУ и НГТУ. Сотрудничество вузов из разных стран позволяет готовить квалифицированных специалистов для мирового научного рынка. Конференция продлится до 4 декабря. Наш регион, реализуя проект по развитию Новосибирского научного центра, выступает во многих вопросах первопроходцам и заинтересован в установлении широких научных контактов, кооперацией как с университетами, так и с научными организациями других стран. В первую очередь стран-участниц ШОС. Имя их неизвестно – «Подвиг бессмертен». 3 декабря отмечают День неизвестного солдата. Эту дату начали отмечать с 2014 года по инициативе Новосибирского отделения поискового движения России. Именно 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был торжественно захоронен на Красной площади. Как отмечает этот День Новосибирский сегодня, расскажет Станислав Блинов. Я представила этих сестренок, а за ними – судьбу народа. Среди почты листки – похоронок. Карантин на 4 года. Сколько их по сиротским квартирам голодало, мы точно не знаем. Только это же дети мира, не войны, как мы называем. Юная ПТС Атаисия Кирпикова – ученица 7 класса 22 лицея. На торжественной школьной линейке читает свое стихотворение «Дети мира», с которым в этом году заняла первое место на всероссийском конкурсе «Письмо солдату». У меня прадед воевал тоже в Великой Отечественной войне, но он пропал без вести. И мне становится очень грустно по поводу таких людей. Одновременно светлая грусть за то, что мы достигли победы, но какой ценой мы ее достигли – это, конечно, очень трагично. Торжественная линейка проходит в онлайн-формате. Прямую трансляцию смотрят и те ребята, которые находятся на дистанционном обучении, и те, кто учатся в школьных кабинетах. Видео-послания школьникам передают участники боевых действий из Организации офицеры России. Ребята понимают, что это нужно им самим в первую очередь. То, что они должны знать, что было, как это было. И когда они сами понимают, когда сами там разбираются, слышат из первых уст особенно, тогда их уже с пути сбить невозможно. А к вечному огню на монументе славы цветы возложили и губернатор Новосибирской области, спикер регионального законодательного собрания, депутаты и военнослужащие. Минутой молчания они почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая свободу и независимость родной страны. Станислав Блинов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Битва севера и юга на хоккейной площадке. Сибирь во втором матче домашней серии сегодня принимает хоккейный клуб Сочи. Новосибирцы подходят к первому в сезоне матчу против южан в лучшей игровой форме и имеют куда больше турнирной мотивации. На арене идут последние приготовления перед поединком. И мой коллега Александр Шурудила готов ответить на главный вопрос. Что может помешать Сибири одержать сегодня победу? Саша, добрый вечер. Тебе слово. Добрый вечер, Иван. Ну, второй матч домашней серии для Сибири. И снова соперник из западной конференции. Напомню, что новосибирцы в предыдущем поединке, в первом домашнем, сумели переиграть Спартак 2-0, отомстив за поражение в прошлом сезоне. 0-5 здесь при своих трибунах, которое случилось. Ну и в принципе, в последнее время подопечник Николай Заварухин находится в очень хорошей форме. В последних шести матчах, только подумайте, пять побед одержано. И вот единственное поражение от Куннуня, очень неожиданное, ну и, наверное, одержанная вот эта победа китайского клуба была во многом за счет действий их вратаря Шикина. Так что Сибирь находится в хороших кондициях, показывает хорошую форму. В отличие от своего сегодняшнего соперника, у сочинцев, безусловно, есть много проблем. В последних пяти матчах удалось южанам одержать только одну победу. Была обыграна Рижская Динамо, слабейшая команда континентальной хоккейной лиги. Так что вот Сочи только над этим соперником возвышается. Причем возвышается как в турнирной таблице западной конференции, так и по своим статистическим показателям. Потому что меньше Сочи забросили в этом сезоне как раз только Рижане. Ну и кроме того, команда из Южного города находится на третьей строчке КХЛ по количеству пропущенных шайб. То есть мало забивают, много пропускают. Опять же, я повторюсь, большое количество проблем. Но при этом не стоит сбрасывать со счетов результат, например, матча в прошлом сезоне, который здесь в Новосибирске состоялся. Тогда Сибирь тоже подходила к игре фаворитом и в хорошей форме игровой. Но, тем не менее, Южан переиграть не смогла. Уступила пусть только в серии после матчевых буллитов 2-3. Но, тем не менее, вот такой результат имеет место быть. И я уверен, что в тренерском штабе Сочи и игроки, безусловно, об этом помнят. Что касается пересечений между командами, это, безусловно, Юрки Йокипака, защитник Сибири, который как раз в составе Сочи в континентальной хоккейной лиге играл и проявил себя, чем, собственно, и приглянулся новосибирской команде. Ну и, конечно, пересечение главное такое было бы, это Алексей Красиков, который совсем недавно покинул Сибирь, присоединился к Сочи, успел провести одну игру, затем вышел на вторую, но, к сожалению, получил обиднейшую травму. И сейчас даже вот на выезде не находится вместе с командой. Ну, Алексею остается пожелать здоровья. А нам нужно обязательно ждать этот матч и смотреть «Болеть за Сибирь». Напомню, что начало прямой трансляции на телеканале ОТС уже в 19.10. Да, спасибо, Саша. Желаем удачи нашей команде. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи.